создать Бородин и насколько их видение изменило замысел автора, вопрос сложный. Исследователи попытались ответить на вопрос, как звучала музыка Бородина в оригинале. И оказалось, что версия князя Игоря, который знает весь мир, и та опера, которую создавал сам Бородин, сильно отличаются. Я держу в руках совершенно уникальное издание, совсем недавно появившееся. И, наверное, то, что я сказал, можно воспринять как парадокс. Это клавир всемирно известной оперы Александра Порфировича Бородина «Князь Игорь». Есть две оперы Бородина, та, которую мы знаем, и которая всюду повторялась. И это редакция Римского-Корска. И есть та, которая значительно более сложная, в сравнении с тем, что, может быть, изначально предполагалось. Изначальный сценарий предложил Стасов, и он был, в общем, достаточно четким. И по ходу дела Бородин почувствовал потребность довольно далеко удаляться от этого сюжета. И поэтому возникали многие варианты. Это одна из больших проблем для исполнения. Сам Бородин оставил много вариантов отдельных сцен, их расположения. И темно, брат, с родом Руси, Поехали на Бог, по-другому, 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 по-другому. Химик по образованию Бородин мог уделять сочинению музыке лишь в свободное от основной службы время. Коллеги-ученые были уверены, что сочинительство отвлекает его от науки, а друзья-музыканты, наоборот, утверждали, что наука мешает ему писать музыку. Опера, которую Бородин писал вот уже 18 лет, удивительным образом нравилась решительно всем композиторам, членам кружка «Могучая кучка». До сих пор курьезно то, что на моем Игоре сходятся все члены нашего кружка. И ультра-новатор-реалист Модест Петрович, это и речь идет о Мусоргском, и новатор в области лирико-драматической музыки Цесарь Антонович, это КВИ, и строгий относительно внешних форм и музыкальных традиций Николай Андреевич, это римский корсаков, и ярый поборник новизны и силы во всем Владимир Васильевич Стасов. Игорем пока все довольны. Но вот удивительное отношение, все ощутили приближение шедевра, какого-то совершенно особого высказывания. Может быть, именно это еще дополнительно напрягало Бородина и заставляло его много-много раз переделывать этого пива. Истинное вдохновение приходило к Бородину, когда он во время летнего отпуска покидал Шумный Петербург и отправлялся в село Давыдово Владимирской области. Он часто гостил у своего любимого ученика Александра Дианина. Никто и ничто не отвлекало его от музыки, а сцены сельской жизни и красота русской природы давали силы творить. Как и подобает ученому, Бородин смело экспериментировал в музыке в течение долгих лет, получая все новые и новые результаты. Один лучше другого. Бородин умер внезапно во время веселого праздника Масленицы. Его ближайшие друзья Римский Корсаков и Глазунов взяли на себя огромную миссию сохранить шедевр оперу Бородина «Князь Игорь». Представьте, что Достоевский немножечко не дописал один из своих знаменитых романов, и за дело взялся Лев Толстой. Он дописал этот роман, но поскольку ему не понравилось что-то в композиции, он немножечко его перекомпоновал. У Достоевского встречаются слишком длинные предложения, и Лев Толстой тоже за этим решил что-то сделать, и, кроме того, немножко поменять лексику и, может быть, характеристику героев. Это получился тот же роман на тот же сюжет. Всех персонажей зовут так же или почти так же, но это произведение другого автора. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ответить на вопрос, каким хотел видеть свою оперу сам Бородин, очень непросто. В настоящее время известны 93 авторские рукописи «Князя Игоря», которые находятся в девяти архивах по всему миру. Исследователи взяли на себя огромную ответственность освободить гениальную музыку оперы от всевозможных украшений, наслоений, улучшений и обогащений, совсем ей не свойственных. Воссоздание партитуры Бородина похоже на попытку сложить музыкальный пазл, состоящий из нескольких тысяч тактов. Когда мы обращаемся к подлинным рукописям Бородина, выясняется, что Бородин очень заботился о целостности произведения. Есть варианты в последовании некоторых сцен, где Бородин действительно жестко все не зафиксировал. Но есть вещи, которые он зафиксировал абсолютно точно, и вот если вмешиваться вот туда, то действительно возникают нестыковки, возникает отсутствие логики, и тогда действительно князь Игорь превращается в нечто бескормленное. Еще при жизни Бородина его друзья позволяли себе достаточно активно вторгаться в партитуру князя Игоря. Всей душой, болея за судьбу оперы и желая ей долгой сценической жизни, римский Корсаков, великий симфонист и профессор консерватории, смело брался за улучшение партитуры. При живом Бородине римский Корсаков взял у него рукопись, картину неугалицкого и переписал первый хор по-своему, чтобы сделать его лучше, так как он считал. Бородин был очень деликатным, очень мягким человеком, и он очень мягко просил у римского Корсака больше так не поступать. Но прошло несколько лет, и римский Корсаков написал для пролога князя Игоря «Сцену затмения». Что это значит? Глядите, вверхнет солнцем свет! Уважаемый Николай Андреевич, взявший за основу музыку Бородина, создал свою версию сцены, и это был истинный шедевр. Однако сам Бородин после такого вторжения, похоже, перестал считать пролог своим и больше к работе над ним не возвращался. И словно месяц на небе солнце стоит и пум! В 1890 году перед премьерой римский Корсаков оказал опере неоценимую услугу. Он буквально спас ярчайшую сцену у Галицкого от неминуемой расправы цензоров. Ну, представьте себе, 1890 год. Как говорят, в России назревает медленно верно революционная ситуация. И вдруг показать попытку свержения в пути близаконного князя, призывы собрать вечи, выбрать другого князя. Вот это практически революционная агитация. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В издательстве Беляева в Лейпциге было издано фортепианное переложение оперы князь Игорев. Во вступительной статье в качестве соавторов оперы упоминались римский Корсаков и Глужунов. А потому определить меру участия каждого из композиторов не могли даже профессионалы. И все же внимательный взгляд исследователей и постановщиков оперы неизбежно сталкивался с некоторыми нарушениями логики музыкальной драматургии. Почти каждая новая постановка князя Игоря является творческой, потому что известная редакция содержит некоторые нестыковки. И почти каждый постановщик старается их исправить, что-то добавляя, что-то переставляя. Сам Бородин тоже оставил потомкам выбор, создав несколько абсолютно завершенных вариантов одних и тех же сцен. При этом он так и не определил, какой из них считать предпочтительным. Например, исполнители могут выбрать одну из двух авторских версий Каватины Кончаковны, одну из двух авторских версий Арии Кончака, или одну из трех авторских версий Сна Ярославны. Песня «Счастью» Ну, допустим, вот на меня это Ария Кончака. Мы ее знаем как совершенно замкнутый номер, который очень часто исполняется и вне оперного спектакля, а просто вот как, собственно говоря, сольная Ария. Но есть и другой вариант, когда в эту Арию вплетается диалог с Игорем. То есть это уже совершенно другая ситуация, уже чисто сценическая ситуация, и она, разумеется, очень интересна для постановщика. Песня «Счастью» Мы уже перешли, невольно перешли на некоторое такое восприятие оперы как совокупности хитов, то есть, некоторых таких популярных номеров. Это половецкие пляски, которые мы прекрасно представляем, допустим, в блестящей интерпретации ансамбля Моисеева. Это замечательно, это лишний раз доказывает, что из таких бриллиантов, в общем, соткана эта ткань. Но, тем не менее, это именно ткань, это именно спектакль, спектакль, у которого есть свои собственные ритмы. И вот ощущение этих ритмов, этого пространства, которое поглощает человека, пришедшего в театр и погрузившегося в этот мир, мне кажется, что вот это и есть совершеннейшее откровение для последующих художников, драматургов, исполнителей, которые, обращаясь к этому первоисточнику, получают импульс для собственного творчества. Новое научное издание партитуры князя Игоря стало открытием и импульсом для театра Геликон-Опера. Впервые музыка академика химии профессора Александра Порфеевича Бородина зазвучала в очищенном от премесей виде и не вступая в реакцию с талантами других великих композиторов. Это был один из самых длинных концертов в Доме музыки. В нем начался в 7 часов вечера и закончился в 23.15. И там была только музыка Бородина. Это говорит о том, что Бородин написал очень много музыки для князя Игоря. Он не нуждается ни в каких дополнениях. Музыка других композиторов или музыка из других произведений Бородина. И музыки не только достаточно, но ее даже слишком много для современного оперного спектакля. Это одно наблюдение. И кроме того, выстроилась внутренняя логика в произведении. Мне кажется, что очень многие театры должны сейчас заинтересоваться этой возможностью. И таким образом, вот это издание, которое я с удовольствием демонстрирую, оно станет фактически настольной книгой для всех серьезных оперных режиссеров, дирижеров и вокалистов. «Слава! Слава! 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 В небе у нас, я любви даю! Слава! 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 Дарусь!» Слава!